Ну как-то вот хотя бы из чего-то вышел из гаража. Добрый вечер, Пятигорск. Сегодня у нас Сергей Сергеевич и мы решили сделать, так сказать, обзор моей техники. Почередно, грубо говоря, то есть своеобразный топ-хер, да, по большому счету. Вот у меня, значит, недавно я приобрел чудо советского трактора строения. Вот, ой, блин, 26-21 по большому счету. Вот, естественно, как любой продавец в объявлении пишет, в отличном состоянии капремонт, по большому счету, да, сразу в работу. Но как обычно, вот уже вторую неделю я пытаюсь его к работе приучить. Вот, и выявляются всякие недостатки, грубо говоря. Тут течет, там течет. Понятно, что был на воде, по большому счету, да. Так, масло не жрет, грубо говоря, только посмотрел, ручьем течет, вон, видишь, какая история. Вот. Вот фильтр поменял туда-сюда. Теперь, значит, вот попробовал около дома, подвигал грунт. Выяснилось, что у нас течет, значит, с топливного насоса масло. А, как известно, на всех старых тракторах, грубо говоря, масло у нас в топливном насосе отдельно заливается. То есть, грубо говоря, если в современных двигателях масляный, то есть топливный насос маслом из общей системы мажется, то тут хер, как раз получается топ-хер. Да. И что, надо ремонтировать, по большому счету. Вот мне для полного счастья, чтобы, так сказать, запустить его работу, надо сделать, значит, масло течь устранить на топливном насосе. Топливо течет, цилиндры перебрать. Ну, короче говоря, купил и сразу в работу, по большому счету. Вот уже вторую неделю я потихонечку все делаю. Я забыл на запись нажать, придется еще дубль делать. Не вопрос. Да я шучу, я думал, вы как-нибудь весело отреагируете. Не вопрос, не вопрос. Не вопрос, сейчас монтажкой поговори. Да, хорошо? Да. Ну все, начинаем ремонт, по большому счету. И специалисты по тракторному делу могут, в принципе, присылать комментарии. И... Какого года выпуска? Да свежий. Вот самый молодой экземпляр у меня в коллекции. То есть один кран у меня 89-го года, шестерка 89-го года, патруль 2000-го года. Днепр у нас, слава тебе Господи, 89-го года. Эта техника, можно сказать, почти новая. Она у нас 94-го года, то есть она 5 лет моложе. Как величать. Да. Ну, кстати, сказать, все у нас, вся техника у меня под именами, кроме патруля. Патруль, да, есть патруль, да, по большому счету. Это у нас Михалыч, кран Ивановец, 14-тонник. Это Димка, по большому счету. Так сказать, за счет кого живем. Жили, вернее сказать. Сейчас работы нет никакой на кране. Ну, это Юрка. Юмазе, как я вообще назову, Юрка. Так, вот смотри, мне надо снять вот эту штучку. Пля, новую-то не проще было купить. Да, вот насчет нового. Ни хера себе. Я тут, кстати, заехал, ну вот патрульки покупал. Видишь, что я патрульку поменял. Вот мыть-выщий, вот на охлаждение поменял, вот трубочку поменял. Ну, короче, менял. Приехал в этот, как его, к гидравликосервису Владимир, да, и посмотрел, ты, значит, нового, да, я посмотрел, значит, сколько стоит ковшик, просто ковшик. 36 тысяч. Блядь, вот он валяется, вот смотри, ковшик. Ну, там втулки только переварите, пиздец, да, по большому счету. Ну, за 36 тысяч я же не буду покупать. Вот. А почему купил? Сейчас объясню. А купил, потому что снимет резину новые, исключительно, с дисками. Раз-два, мотор капитальный, и чего, и три ковшика. Вот смотри, раз ковшик, два ковшика, на стреле висит, и вон тот третий. Все, начинаем, грубо говоря, ремонт. Специалистам можно, так сказать, советовать. Или может сначала масло-то слить, а по большому счету и хусим, пусть оно хоть течет по-нормальному, блядь, а потом помоем. То есть, в общем, я так понял, новые-то покупать? Не, Серега, ты понимаешь, новые, ну, блядь, новые-то надо все бутылино продать. Новый стоит миллион четыре, наверное, трактор, да? Вот. Ну, мне же, я уже купил, опять же, понимаешь, вот есть, как это, в жизни, да, по большому счету. Есть женщина для души, есть женщина для жизни, по большому счету, да? Ну, желательно бы, чтобы это все совмещалось в одном. Ну, во-первых, это у меня, чтобы не безделички я купил, раз. Во-вторых, за 200 тысяч я купил то, чего, ну, вот смотри, мне надо сейчас сделать территорию, по большому счету, да? Лопаты руками, с ума сойдешь, узбеков нанимать, там голодным станешь, согласен? А может, дешевле будет узбеков нанять? Не, узбеки сейчас обнаглеете, скажу, если честно, по большому счету. Ну, набалывали, их Москва опять же испортила, да? Сейчас узбеки тебе лопату дадут, скажут, копай, и мы тебе даже за накомным сходим, пожуешь по большому счету. То есть, те узбеки, которые были, так сказать, в начале нашей, то есть, развала нашей социалистической родины, когда приезжали, и они могли работать за пачку накомых, сейчас уже хера, я же тебе говорю, я раза приехал к одному товарищу, кирпичи, ну, кирпичи на дом подать, но они сказали, что там жвак это, вот я на нем заехал и утонул прям по саму ступешку, блядь. Вот, то есть, я дверь открыл и вышел просто. Стоят узбеки, я говорю, пацаны, помогите мне это, ну, кран-то вывесить, по большому счету. Ну, я и это, и начнем кирпич подавать. Ну, они говорят, а нам это нахуя? Нас ведь наняли кирпич подцепить и на дом подать. И, короче, я 6 часов один, к ной, я еду, таскал кран, им совершенно было все до пизды, вот, по большому счету. Вот, и поэтому надеяться на узбеков, ну, не все же узбеки, как мой Димка, например, помнишь, кран я чинил? Вот там заправдышный узбек. Вот, он не испорченный, потому что хозяин периодически пиздит, вот. Систематически не платит ему зарплату, уехать он не может, поскольку паспорт у него в руках, у хозяина. Ну, вроде как, что он лет 15 работает, поэтому они любят друг друга взаимной любовью, и никто, никто не хочет никуда выезжать. Вот, и вот поэтому новую купить, ну, как тебе сказать? Ну, во-первых, это все обслуживание, если такое новое покупать, смысла нету. Сейчас, вот я говорю, вот эти, как, так сказать, собственник большого количества техники, бывшей советской, да, то есть вот эти, вот, вот эти краны в разы лучше современных кранов. Понимаешь, в чем дело? Почему? Потому что раньше, если ты помнишь, а ты, наверное, застал советскую власть, да, раньше, если херово сделаешь, хераков, колыму, блядь, поедешь. А сейчас принцип какой у нас, скажем так, производство продал, и хуй с ним по большому счету. Согласен? Вот. Поэтому, ну, во-вторых, ничего тут, блядь, теоретически ломаться нечему, по большому счету. Чем проще, тем лучше. Ну, а во-вторых, это эпоха. Прошлое. Так, чего тут у нас случилось-то? Да вот так, уля, чик, прокладка-то. Вот, то ли заводская, или какая-то резиновая, блядь. Мы сейчас все починим, да? Вот я и говорю, а вот новый-то взять и сразу грунт чистить, там, не знаю... Нет, ты понимаешь, эти разные вещи. Ну, для чего покупать? Новый покупать, чтобы на нем зарабатывать деньги, согласись? Вот. А этот я купил, во-первых, для души. Во-вторых, хоть сейчас мама Таня с магазином придет, так бы она сказала, ты чего ничего не делаешь, да? Ты обездельничаешь, блядь. А тут хуяки в пределе, руки грязные. Грязные. Для чего делаю? Чтобы для дома, для семьи раздвигать. Мы сейчас это все починим, я тебе могу показать, как он двигает грунт, по большому счету, лопаты заебется кидать. Не, ну, понятно, что 200 километров-то ехал, чтобы не просто текущее масло поснимать. Да-да-да-да-да-да-да. И то, как же так люди продают такую технику? Ну, как продают? А деньги, как продают люди? Считаешь объявление, я же ему звонил, говорю, дядь, Саня, трактор-то хороший, да, блядь. Мотор от капитальный, блядь, резиновый. Вообще, блядь, заводи и работай, нахуй. Пойдем, я тебе покажу, как работать, нахуй. То есть, берешь, смотри, ты вон, кто снимает. Вот, вот, вот. Сразу в работу. А это что, вот оно люфтит, что ли, или это что? Ты что, не видишь, что ли? Это поворот стрелы. Вот сейчас, сегодня не успею, вот это надо все снимать, новые втулки точить, разбирать, они же текут. А как вы это все снимете-то? Очень просто, руками берешь ключик, крутишь, могу показать. Вот, воротишь, вот этот, воротишь внизу, все это вытаскивается. Ну, только руками. Вот и все. Сразу в работу называется. Ну чего? Давай сейчас, тарелет, как его, прохладочку вырежу. Угу, давайте. Так, тогда пока тушу, я схожу за этим. За кем? Ну как, наковального мне нужная. Сейчас я принесу сюда ее. Я же старый Плюшкин, по большому счету. А вы инструкция-то не пользуетесь? Серега, ну, во-первых, на прошлом стриме покрещал, говорю, братцы, Это прошлое субботу было, да? Покричал, говорю, братцы, у кого есть, этот, как его, инструкция по эксплуатации, значит, ЮМАЗ-6, будьте любезны. Ну, все продвинутые блогеры у нас же, да? Кроме меня, блядь. И меня стали присылать, взяли и прислали этот, как его. Блядь, ну, в электронном виде. ПДФ. Да хуй, значит, в ПДФ или хуй знает в чём, да? Ну, короче, прислали, блядь. Ну, каждому, естественно, чтобы меня видеть, пишу, блядь, братцы, большое человеческое спасибо. Мне этот ПДФ ни хуя не открывается, блядь. То есть, грубо говоря, трактор купил неделю, я знаю, что он состоит, по большому счёту, так? Вот. Ну, хорошо, вот, в прошлую неделю одному товарищу Димке, который организовывает у нас, так сказать, прямые трансляции, стримы. Вот. Димка приехал, привёз мне 300 листов инструкции. Ну, а что мне нужно основное? Это заправочная ёмкость, по большому счёту. Ну, всё, вот я вчера приезжал, мимо проезжал случайно пензельский парень, вот, Лёха. Ну, тут ковыряет, значит, с трактором-то. Вот. И подъезжает, это, как его? Шеви, шевролет, мимо, какая нахуй, мимо, блядь, этот, Круз, серенький такой, блядь, так? Влазь, чувак, здравствуйте, да-да, в хую, ты можешь спросить, что хочешь? Мне, да, трактор-то только ещё, блядь, ой, блядь, как хорошо, ёблядь. Эпиляция, что ли? Не эпиляция, чё ж ты на галку, чё-то-то? Вот. Здрасте, здрасте. Ну, дальше своими делами занимаюсь, подходит, значит, и говорит, я Лёша. Я говорю, заебись. Я говорю, а я Вова, ну, и чё дальше? Он говорит, я вообще вот к вам ехал-то. Я говорю, если насчёт, а мне на то не ели, заебли, вели, человек 34 приходило. Пойдём, покупаем. Узбеков сюда везти не ходься, их кормить же надо, блядь. Так ещё обратно везти, а нужны-то они, чтобы выкопать, нахуй. То есть, после коптить их можно и прикопать туда же, нахуй, да? Я говорю, да не, не поеду. Я говорю, тебе эскаватор что-то надо? Я говорю, вот сейчас ковыряюсь, смешиваю, масло, говорю, залить туда и всё. Он говорит, давайте я вам помогу. И как-то это был чертовски приятный, вообще чужой человек. Я говорю, а ты куда, чего? Он говорит, просто еду к маме в этот отпуск. А мама у неё живёт, окажется, сам он родом с этого, как его прежде зовут, с Кстромы. Вот. Только я к вам с подарком. Достает бутылку водки, я говорю, я же не пью, блядь. Он говорит, да я понимаю, по большому счёту, но как же, с пустыми руками, что ли? Ну, не мясо же везти там с рыбой, протухать. Я говорю, ну, водка, так водка, гости. А он говорит, а, чё, хорошо. Вот такие, как я, говорит, приедут и выпьют. Я говорю, ну, варень, папка, давай. Ну, всё, мы с ним маслице налили. Блядь. Маслице, короче, налили. Всё хорошо. Так, погоди, за пенечком схожу, Серёга. Ты, Серёга, зайди, сними мой гараж, блядь. Вот тут всё, что нажито, непосильным трудом. Сейчас я включу свет. Вон, полки, посмотри. У меня же тут шлангов, хуянгов на всю жизнь. Вон, видишь, какой у меня калифан тут. Вот он. Сними. Вот. Это я машину покупал. Пашка мне подогнал, по большому счёту. Вот это всё нажито непосильным трудом. Видишь, шланга сколько. Я же в деревне живёшь, а где ты всё возьмёшь? Вот них камера, вон, блядь, штук 10, на всякий случай. Шиномонтажа-то нету. Блядь, за стул уже пошёл. Как ты мне заговорил? А я вообще молчу. Молча меня заговорил. Нет, такое ощущение, ты хочешь меня просто заговорить, Серёга. Всё, что сделано с железом, можно отремонтировать, да, по большому счёту? А вот смотри, резина новая, резина новая. Четыре баллона новых, четыре диска новых, так? Мотор капитален, нахуё его капитален, потому что масло он сзади каленово хуячит. Но это разберём, всё сделаем. Вот. Поэтому дальше вот смотри, ну, грубо говоря, за 200 я купил. Вот сейчас даже меньше 10 тысяч. Вот я сейчас поменял в гидравлике масло, 100 литров, 20 литров здесь поменял. Вот фильтра туда-сюда, ну, грубо говоря, на 10 тысяч я всякой-всячиной купил, по большому счёту. Ну, получилось 210. Ну, блядь, привёз я его за 10 тысяч, по большому счёту, там, с Борского района, блядь. 220 тысяч. Хуй с ним. Вот смотри, я вот куда вот здесь, я для чего-то всё выкупал, меня так всё тёщий ругает, дохуя откопал. Выкопал, чтобы цоколь отремонтировать. Я цоколь стал разваливаться. Вот цоколь обложил, теперь мне надо всё завалить. Вот два дня у меня здесь работал эскаваторик, ковырялся пацан, знакомый, да? Как знакомый, били, 50 рублей, забрал денег. Я спросил, сколько денег? 50 рублей. Вот представь, за два дня 50 рублей, вот это меня тут экономимится, а я же хочу всё красиво сделать, несколько уровней, по большому счёту. Это минимум, блядь, месяц тут надо ебаться. Месяц умножь на 25 рублей в день, пиздец, по большому счёту. Ещё один трактор, если не два. Да, да, понимаешь, чем дело-то? Ну, это во-первых, а во-вторых, он же с отвальщиком, снежку почистит, Серёга. Ну, а чё бы нет-то? Вот я заплатил водопроводку, павел мне трактор, здесь близко тракторов нету. Даже если есть он Никологорх и всё, то тебе не дадут. Потому что он по одному, у него там, блядь, как быка за яйца держит, чтобы не отвалились, нахуй, понимаешь? Вот он 25 рублей с меня взял, за 25 метров прокопать водопроводку. Вот я его спросил, да не хуел ли, дружище, блядь, там копал три часа или там четыре пусть, блядь. Он говорит, дружище, так я к тебе, блядь, четыре часа связиков ехал, нахуй. У меня же скорость-то 18 километров с горы, нахуй. Вот. А 50 километров ехать. Вот и всё. Так, дружище. Близко к звуковой практически, да. Да. А сосед он, Сергей Иванович, так тот вызвал, значит, связников тоже, заказал связников эскаваторик, петушок, нахуй. А там на телефоне чувак сидел, ему послышалось бутурлино. Вот здесь 120 километров от деревни бутурлино, только в Нижегородской области. Он, короче, ждёт эскаватор, когда приедет на водопровод, тоже так же, как у меня копать до трубы, блядь, там метров 30, блядь. А тут упиздюхал связников-то в бутурлино. Он ждёт, ждёт, потом звонит в ту контору, то тебе говорит, блядь, таковы разницы не в бутурлино, он говорит, да, блядь, в бутурлино. Так он руками, нахуй, 30 метров копал, чуть не помер, нахуй, понимаешь, что он делал-то? Вот пусть он будет. Налогов с него там, блядь, тысячу, что ли, платит, блядь. Да я его регистрировать не буду, нахуй, мне усрался, вокруг дома-то езди, блядь, вот. Всё, пиздец, скотинку, больше срать не будет. Потом берём напильничек, я вот всегда так делаю, блядь. Может быть, конечно, товарищи зрители скажут, что ты дурачок, блядь, можно выколотку сделать. Ну, представь, под каждый диаметр выколотку делать, ну, это такая хуинка. Трубочку берут, затачивают, с фернцов, она такая остренькая получается, колотит. Ну, это если каждый день колотить одну и ту же дырку, то можно сделать здесь. А если вот раз в трактор, то вот сейчас сделаю, я же год к нему просто не буду подходить. Зачем мне это надо? Новый трактор. И вот я сейчас напильничком, чик-чик-чик-чик, и будет у меня новая прокладочка, и всё будет хорошо. Хватили за него там 350 рублей. Думаю, подождём нахуй, ещё не вечер, по большому счёту. Погодите, говорю, блядь, думаю, сейчас пенсионный фонд увеличит, блядь. Налоговые числения, хуение, и все заводят. Ну вот. Значит, три друга, ну это официальная версия, по крайней мере, как вы мне рассказали, то есть за что купил, а то продаю, да? То есть три друга взяли по участку строить дом. Ну, дома. Ну, они прикинули, как и я, в принципе, прикинули. Если нанимать, пиздец, без штанов нахуй останешься, да? По большому счёту. Ну, один из друзей, у которого побольше всех денег, сказал, давайте я первую её возьму. Мне побыстрее надо участок разровнять. Ну, видать, мужикам сам процесс тоже нравится, хотя и деньги есть. Да, можно нанять, но это неинтересно. Это по большому счёту, говорю, бабу положи, другого мужика прийти, скажи, ну-ка, выеби, я посмотрю. Ну, ладно, займись любовью, вот так скажем, займись любовью, да. Вот, и это, ну и всё, то есть первому достался. Ну, поскольку у чувака были деньги, он на лысой резине захотел ехать, он взял, блядь, купил новые диски, купил, блядь, новые колёса, откапитал на мотор и, короче, сделал себе участок. Потом по наследству достаётся этот трактор второму другану. Тот себе участок захуячил, естественно, блядь. Ну, естественно, и второй построил дом, и участок сделал. Переходит он к Сане, у которой я покупал. Сане себе тоже получается строить дом, разровнял участок, и он ему просто нахуй не нужен стал. В общем, отжали всё, что можно было. Может быть, да. Вот. Ну и всё. Куда его девать-то? А по большому счёту, ну, грубо говоря, сейчас же все говорят, это как мне говорили, когда я его вот всё собирался покупать, мне говорили, да купить, купить же себе, блядь. Это же такая, это намного лучше, это же металл... Это же металлум. Я говорю, братцы, так же себе-то вот в таком состоянии, как вот этот, стоит 850, блядь. Ну, лет 15 ему уже отроду, 850 стоит. Это у нас там Собинька, один сосед у меня тоже. Бери у меня, кран продавай, бери у меня G-CB, а G-CB, блядь, старше меня, нахуй, пиздец. Вот. Я говорю, слушка, да нахуй бы он мне уперся тысячу лет, блядь. Вот. То есть, за 850 здесь будут колонки стоять, литьё по большому счёту, блядь. Плазма в кабине, блядь, и всё остальное, ты представляешь, 850 сюда вложить. Боатюшки, вот мой родня пришёл, хе-хе-хе-хе. Внучка моя. Вон, баба Таня. Ну, что, баба Таня? Не, я тебя терплю в таком виде, ты симпатична. Ну, а как же, ты у меня красавица. Вот. И ты понимаешь, вот тут заключается дело в процессе. Ну, тоже вот сейчас мы с тобой говорим, да, это как ребёнка делать по большому счёту, да. То есть, дети-то не очень мне нравятся, плачут, ссутся, там, серутся, блядь. И растут долго, блядь, свои-то, блядь, чужие хуяк, сможешь в школу пошёл, блядь, по большому счёту. А тут процесс, вот представишь, вот смотри, вот я на той неделе снял гидробак, блядь, да, всё промыл, блядь, его, значит. Вот, это, целая неделя у меня прошла, промыл гидробак по большому счёту, фильтра, блядь, промыл. Заменил, там, патрубки текли два, ну, с той стороны, там аж блестят, я съездил, купил усиленные хомуты, всё я сделал. Ты представляешь, завёл, гидравлика по-другому стала работать, потому что, вообще, 100 литров свежего масла. Потом, смотрю, тут капает, там капает. Сколько литров? 100. Какого масла? Гидравлического. А, я перепутал, я думал, это вот не... Благородного, что ли? Это же не то же, наверное, что в мотор льётся там, или... Нет, специально, И-40 я купил, литвие масло индустриальное, ну, в простонародье веретёнка называется. Вот, поменял, блядь, теперь, думаю, ну, хули, в моторе надо поменять, потому что это пластилин, блядь, какой-то. Тоже, значит, разобрал центрифугу, она, оказывается, и не крутилась, нихуя. То есть она чистая, я хуел, блядь, ну, мотор-то так работал, а центрифуга чистая. Оказывается, они, блядь, не той стороной шайбы поставили, она просто не крутилась. Я смотрю, давление что-то, как хуенькое, по большому счёту. То есть, ну, это вот так любое... Я также вот Михалычу покупал, то же самое, блядь. Весь разобрал, потом собрал потихонечку, блядь. Стой, подождите, вы строитель по образованию? Да. А вот откуда вы всё это знаете? Про центрифугу, про веретёнку, про... Нет, расскажу. У меня дедушка, Виталий Александрович Чистов был. В Сокольском, это такое, сейчас Нижегородская область, его знали все. Ну, вот, блядь, как тебе сказать? Ну, я его звал Железный Дровосек, блядь. То есть он мог любую технику сделать, смотришь. То есть он в своё время, значит, работал в судоверфе Сокольской, да? И, значит, пожарные помпы были, такие двухцилиндровые. Вот, слышь, вот, это, дрова, например, пилили, дровужбой, хуюжбой. А он, короче, выпросил у директора этого, судоверфи, эту, ёбаную помпу двухцилиндровую. Представь, вот такие цилиндры, блядь. И сделал с ней цирку. Эх, ёб, ты, мать, ты где была? Ой, блядь, ебать, мой старый... Дуся, зачем ты так сделал-то? Ёбаные волки, блядь, пиздец, а я с ней сплю. Ой, дохуеть. Короче, от дедушки. Вот у меня брательник старший, вот ему, нахуй, железяки не нужны. То есть он тоже строитель по образованию. Вот он строить будет, он, блядь, представляешь, клепки для дивана, знаешь, вот такие удавленные эти, ну, диван такие. Так он эти клепки колотил из 10 копеек, нахуй. Каждая клепка 10 копеек, а там что-то в диване, блядь, тысяча с лишним клепок. Это я бы ёбался, вот из 10 копеек выбивать молоточком клепку, блядь. А он может. Или вон у Танюхи, брательник, царство небесное, Женька, он часы ремонтировал. Вот такие, блядь, с двухкопеечной монетой, блядь. Там не видать, ну, у всех видать своё. А у меня, вот, понимаешь, вот к железякам, блядь, ну, пиздец, вот. Ну, мне очень нравится. С электричеством не дружу, потому что вот электричество у меня... Вот в третьем классе я залез на стол, показывали кино, блядь. У нас между пятым и шестым коридором, кино-перервишки, если можешь застал, так и хуйнёк. Ну, короче, вешают пустыню, блядь, лавочки сделаны. Приезжает в 8 часов чувак на муравье. Помнишь, муравьи такие были? Сзади будка такая, пирожки в них возили, хуйнёк. У него там, как его, блядь, как он называется-то? Кинопроектор «Родина», блядь, может быть, помнишь. Такой трещит, блядь, чуть ли не рукой крутить. И показывали Гойко Митичи, блядь. Гойко Митичи, короче, пиздил этих... Ковбоев. Хуёев этих, гляднолицых, ёбаных. Ну, ковбоев, окажешь. Он же индейцы всё время играл. Ну, хуй без него. Ну, в общем, он был пиздатым пацаном. Он был пиздатым пацаном. Вот. Столько дожечек прошёл, блядь, вечерком-то. И я говорю, мама, сейчас вот привезут Гойко Митичи показывать. Он там за наших-то всем пизды даст, блядь. Она говорит, сынок, ну, иди. Ну, блядь, если ты, блядь, не дай бог, в лужу вляпаешься, блядь, испачкаться, хуй больше куда пойдёшь. Ну, я сказал, мамочка, нет. Мне дали белые, блядь. Гольфы? Гольфы. Сандалии. У меня были шортики, блядь, вот такие шортики. И вот так, на перекрёст был эти хуевины какие-нибудь. Промечки, хуемечки. Всё, пришёл, стою. Ну, короче, вот, ну, грубо говоря, вот впереди меня в двух метрах кинопроектор. Хуячит, народ стоит. И вот Гойко Митичич, давай пиздить этого бледного лица. Пиздит, блядь, вот сейчас победит, блядь. Сзади-ка. А провод, значит, от этого, от кинопроектора идёт к столбу, блядь. Какой-то, блядь, хуй пьяненький идёт, и за этот провод задел. Представляешь, естественно, он за розетки вырвался и ёбнулся. Ну, и всё закончилось, там кричат, блядь, этого, блядь. Типа судью на мыло, блядь, киномеханика, пиздить, нахуй. Те же кульминации, да? Да, и только поворачивается мне и говорит, сынок, воткни вилочку в розеточку. А из меня электрик-то, блядь, в третьем классе, это, блядь, как с головой. Самый лучший, наверное. Да, оказывается, розетка-то была, там же пасынок стоял, к пасынку привернул столб. Вот выше пасынка, блядь, на метр, это ебучая вилка, блядь, розетка. Ну, я, короче, хватит шнурок-то, блядь, электрик из меня, блядь, как с говнопули, блядь. Там только два хуенька вот этих, блядь, две железячки, а самой этой вилки-то не было. Я, значит, так ещё сыренько, ножки сыренькие, дождик что-то был, там травка, блядь. Я, короче, вот так залажу на этот стол, блядь, ну, ума-то ведь не хватило, сначала он, ну, хуй, блядь, потом, когда вторую-то засунул, мне стало заебесок. А стол-то тоже сырой. Короче, вот с этим столбом, но Гойко-Митич, ты продолжает пиздить, ну, опять закрутился этот кинотеатр Родина-то, блядь. И весь народ-то нахуй там мальчик, нахуй светящийся мальчик на столбе, когда там Гойко-Митич. И я, значит, блядь, вот так, ну, честно, как-то Бог тот вёл, и мне, кажется, как будто взяли вот так, нахуй, иди, нахуй. И я, блядь, в лужу, в траву и в лужу, врезанную. Я в Гольфе. Ёб! И мне стало похуй, как там дела у Гойко-Митича, ебатьё в Лысину, блядь. Стою вот такой, думаю, ебать-марок. Это вот мое было знакомство, блядь, с электричеством. Ну, всё, иду домой, нахуй, Гойко-Митич, там что-то пиздец. Да ты нахуй, сейчас мне мамка-то устроит, блядь, на лицах. Ну, хули, прихожу, блядь, на серёдке фильмы, блядь, только смотри, блядь. И всё, так, кино-то так, что... Прихожу, мамка, говорит. Сынок, что это с тобой? Ты, наверное, с лошади пизданулся, типа, потому что с индейцами скакал. Я говорю, мамка, блядь, Гойко-Митич, блядь, на лицах. Он говорит, и ты под руку попал. Ну, короче, пиздец, три дня меня не пускали посмотреть, как Гойко-Митич борется за наше, блядь, светлое будущее, ебать, мой старый костыль. Вот, поэтому к электричеству у меня тяги нет, нихуя. Вот, ну, почему-то, я не знаю, ну, блядь, нравятся мне железяки. Особенно, вот, как ты говоришь, новую, ну, хули, ну, вот был у меня новый Логан, блядь. Ну, вот я его купил, и всё. Вот, скажи мне, а что ты вспомнишь про Логан? Нихуя ничего не вспомнишь. Вот, просто нихуя ничего не вспомнишь. Просто у меня был, и всё. А вы хоть инструкцию-то почитали, или она вам не нужна, инструкция-то? Ну, так вот. Нет, смотри, какая, вот, самая главная инструкция какая. Вот, я его завёл, дал ему пизды, ну, погрел, грубо говоря, да? Вот, и он показал, где у него течёт, блядь, по большому счёту, да? То есть, организм удал течь. Смотрю, блядь, патрубки надо поменять, если то солна наливает. Уж если вода течёт, значит, то солна точно потечёт. Проёпся целый день патрубки, блядь. Вот, иди сюда. Блядь, наверное, хуево видно. Вот, короче, чтобы вот этот патруб поменять, надо всю эту систему снять, нахуй. Чтобы эту систему снять, надо, блядь, разобрать вот эту систему. Ну, в общем, сделал всё по-русски, блядь. То есть, мне пришлось разобрать вот эту всю хуйню, только поменять вот эту. Ну, целый день, но поменял же, видишь, на герметик всё посадил, всё красиво, блядь. Ремешочек натянул, блядь. Давай, вот уходи, ты уже начинаешь мешать процессу. Ну, вот. И тут же, понимаешь, во-первых, ой, ну, это всё жизненно. То есть, засопливилось, значит, надо поменять. Согласен? Согласен. Вот я так и делаю. То есть, устраняю течи, потом буду устранять шумы посторонние. Ну, вот сейчас надо, завтра, может, ещё сойдёт по двигаю. Надо будет этот, как его. Цилиндр ещё два сниму, и надо отвести, будет цилиндр сделать. Потому что можно там теоретически самому сделать, но они такие здоровенные, блядь, что лучше я два цилиндрика сделаю. То есть, четыре цилиндра на поворот стрелы и на лапы я сделаю гидравликосервис. Остальные там два. Другой, ядь. О, видишь, как хорошо. Всё. Так вот, я думаю, нахуя тут они дырку-то такую сделали, блядь. Как ты думаешь, Серёга? Я не специалист по дыркам. Так вот, я точно так думаю. Нет, я не про того, я про прокладку. А почему они так сделают-то? У нас же ничего, блядь, ничего не перекрывает. Вот там теоретически должно быть масло. Это же лужинная пара туда-сюда. Почему сплошную-то нельзя сделать, блядь? Они сделали вот такую, видишь, она. Давай сделаем, как было, да, по большому счету. Хуй с ним. Да. Хуёво, видишь, поставили. Я, конечно, вот ни хера в этом не соображаю. Серёга, ну когда потечёт? Вот у бабы стечёт. Ты же соображаешь, что нельзя, блядь? Ну вот, смотри, откуда. Так нет. Как откуда? Вот тут откуда? Нам надо, вот тут и течёт, понимаешь? Тут точно такая же история, понимаешь, в чём дело-то? Вот если тут течёт, вот она там текла, я сейчас устранил. На гидравлике текла, устранил. Вот здесь текло топливо, устранил. Вот сейчас масло здесь течёт. Сейчас устраню, блядь. Ещё где-то у меня солярочка там. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»